Я бы начал с вопроса, который давно меня мучает, но задать его вслух довольно страшно. У меня есть ощущение, что русская цивилизация закончилась, потому что невозможно больше жить в стране, где 3% населения что-то понимают, а остальные ждут, пока события повернутся так или и так. То есть ситуация, когда народ не управляет собой, по-моему, закончилась, нет? — Несомненно, российскую цивилизацию, русскую цивилизацию подкосили те события, которые происходили в 20-м и в начале 21-го века. Все-таки, когда в стране убивают десятки миллионов людей, еще десятки миллионов людей умирают из-за того, что нет хорошей медицины, нет... — Ну, нет работы, нет просветки. — Да, нет работы, еще значительная часть спивается, то, конечно, любую нацию такое подкосит. Ровно поэтому, на мой взгляд, русская нация до сегодняшнего дня и не состоялась до конца, хотя, собственно говоря, на европейском континенте не так много наций с такой, в общем, длинной историей. Я думаю, что рано ставить крест. У нас очень мощные корни, у нас очень мощные европейские корни. Мы плоть от плоти часть европейской цивилизации. Естественно, ее совершенно отдельная часть, особая часть, но при этом мы имеем огромную и культурную, и научную, и, ну, вообще интеллектуальную базу, которую нам никак... — Не отбросить. — Никак не отбросить, и никак так быстро не растерять, и не уничтожить даже при таких могучих усилиях наших вождей. — Ну, посмотрите, вот при нынешнем состоянии общества, вы с этим обществом готовы как-то работать? Как вообще иметь дело с нацией, которая приведена телевизором или отсутствием любых выборов? Вот такое состояние. — Мы находимся внутри одного, наверное, можно так сказать, культурного кода. Мы можем между собой разговаривать и договариваться. А раз это возможно, значит, с этими людьми вполне можно и работать, и строить другую жизнь. — Работать можно, но чем вы объясняете их жуткую историческую пассивность, политическую пассивность? Почему они не включаются в управление страной? Все-таки было бы желательно, чтобы она решала свою судьбу. — Слушайте, когда на протяжении ста лет у вас тех, кто включается, убивают, вне зависимости от того, с каким знаком включаются, потому что, как мы теперь знаем, тех, кто включался со знаком НКВД, убивают еще чаще. То есть, когда людей на протяжении ста лет убивают, потом сажают, потом высылают за то, что они начинают принимать участие в общественной жизни, ну, вы поймите, конечно, их не так легко вернуть обратно к пониманию того, что они должны отвечать за свою судьбу сами. Но это происходит, это все равно происходит. — А вам не стало казаться, что советский проект все-таки был каким-то прорывом, со всеобщим образованием, с вертикальной мобильностью, с резким улучшением качества населения, хотя бы в 20-е годы, нет? — Если мы говорим, что пересесть с лошади на трактор, это, в принципе, прорыв, это, несомненно, прогресс. Но если на этом тракторе продолжить движение по современному автобану, то этот прогресс начинает немножко расстраивать, особенно, когда рядом там современные спорткары, и уже скоро без колес. — Спорткар, но было плохо. — Да, и уже без колес начинают двигаться, и с автобанами как-то не очень. Так что, несомненно, прогресс, но не тот прогресс, который бы мог быть достигнут, если бы мы пошли другим путем. — Условно говоря, эволюционным. — Эволюционным путем, да. — А была возможность эволюционного пути? — Я думаю, что она была, и то, что она не наступила, к этому были определенные объективные предпосылки, ну, если объективными предпосылками можно считать историческое прошлое. Но еще больше субъективных причин люди просто не смогли договориться. Но есть национальные проблемы, которые необходимо решать вместе, и в этот момент необходимо объединяться. — Как сделать так, чтобы не растерять и эту молодежь, и эти настроения? Потому что есть шанс, что люди просто перепугаются. Вы сейчас довольно опасные собеседники. Я вот даже не знаю, как я после встречи с вами поеду в Россию, что у меня там ждет. — Смело. — Смело вы планируете? Нет, спасибо, да. — Та задача, я бы сказал, краткосрочная задача, которая перед нами стоит... — Это адекватные выборы. — Это адекватные выборы, это убедить людей, что Путин — это не тот человек, который должен идти на четвертый срок. Что для страны, и, к слову, для самого Путина это будет плохо. Я считаю, что сейчас Путин еще может на самом деле задуматься и принять разумное решение. Сделать шаг, который позволит стране развиваться нормально. Просто не пойди на выборы. А помимо этого делай что угодно. Найди какого-нибудь себе преемника, выстави его, так сказать, на выборы, еще что-нибудь. Но это будет уже шаг в правильном направлении. — Вы знаете дежурный аргумент, что Путин — последний, что удерживает страну. А иначе немедленно распад, или нацисты, или вы, или, я не знаю, ну, пиндосы проклятые. Ну, то есть люди уверены, что Путин — последний, на чем может удержаться Россия. — Это немножко, знаете, это немножко странно. Я не хочу сказать более грубых слов. Немножко странно. Ничего с Россией не будет. Она просто может либо развиваться быстрее, либо медленнее. Люди могут там жить либо комфортнее, либо хуже. Вот сейчас мы видим, там, с 2014 года люди каждый год живут хуже. — Это очевидно. — Это очевидно. Но это значит, и мы все с вами знаем, большие политические циклы по 15 лет. Вот Путин в эту теорию вписался идеально. Вот 15 лет с плюсами-минусами у него шло более-менее, а потом все посыпалось. Слушайте, ну, может быть, не стоит экспериментировать против своей же истории, да? Ну, просто поменяйте человека. — Ну, видите, старый лозунг «Если не Путин, то кот». «Если не Путин, то кот» был бы лучше сейчас, мне кажется. Но, тем не менее, что может быть вместо Путина? Ясно, что Медведев уже... — В мире выработана модель для крупных стран. Вот Россия — большая страна. Для нас нет альтернативы парламентской, ну или для начала президентской парламентской республики. Потому что большая страна — это значит много разных групп, которые должны между собой договариваться. Невозможно одному человеку удержать в голове интересы людей, 140 миллионов человек, расположенных на огромной территории, с разными... разных по этническому составу, разных по климатической ситуации и так далее. Да, невозможно. — А они удержатся? — Я убежден, что да. Вот ведь базовой скрепой для нации на самом деле является культура. А в культуре одним из основных факторов является язык. Слушайте, вот проблема. О чем они думали в 2014 году, начиная украинскую ситуацию? Мы все понимаем, что это сейчас проблема номер один. Если мы не выйдем из этой войны, никакой свободной России вы не построите. Путин, как мы с вами догадываемся, уже абсолютно не стратег. Он решает тактические вопросы. — Каков был вопрос? — Тактический вопрос, который у него был на подкорке, может быть, он не отдавал себе отчет в том, что он решает именно этот вопрос. Это падение уровня популярности. Вот если мы посмотрим социологию за эти годы, мы увидим, его популярность падала. А для него это ключевой инструмент для того, чтобы балансировать с силовыми структурами. Вот у него популярность падала. Он нашел это решение в военном конфликте с Украиной. Мы знаем, на самом деле, что объяснял он это по-другому. Объяснял он это, что если бы мы не заняли Крым, то завтра там были бы американские подлодки. — Слушайте, смешно слушать, да, вот смешно слушать в этой, я извиняюсь, я никого не хочу обидеть, но в этой луже шириной в 300 километров, которая теперь простреливается ракетами с одного борта в другой. Какой флот, какие подлодки, о чем мы вообще говорим? В современной стратегической ситуации значение Черноморского флота близкое к нулю. Я не скажу ноль, но близкое к нулю. Поэтому здесь, я убежден, имел место только один реальный аргумент, о котором, собственно говоря, я и сказал раньше. Это подъем популярности. Вот он его и преследовал. — Но у вас нет ощущения, что идет явная эскалация военной напряженности, сначала Крым, потом Донбасс, теперь Сирия. То есть он ищет шансы ввязаться в большую войну. — Ну, он попал в спираль, из которой невозможно выбраться. Ему каждый раз надо стимулировать общество все более сильными раздражителями. — Истерики все больше. — И общество-то устает. Любой человек, когда ты на него давишь, он устает от этого давления, он его перестает просто воспринимать со временем. И да, ему нужно будет либо откатываться к прежним уровням популярности, что будет для него политическим крахом, либо ему нужно продолжать военные конфликты, которые в условиях пришедшего к власти Трампа... — Да, могут стать крахом более серьезным. — Могут стать. — В общем всемирным, да. — Но я надеюсь на то, что все-таки он человек небезумный. Во внеядерном противостоянии у 140-миллионной страны с ВВП в районе 2 триллионов долларов шансов удержаться нет. Инфраструктуру страны за эти 17 тучных лет они не восстановили. — Несно. Соответственно, она все та же самая хлипкая советская инфраструктура, только постаревшая там на два десятка лет. Ее размолотят в одну секунду. И я надеюсь, что он это понимает. — Если не он, то каким вам рисуется преемник и, главное, его первые шаги? Что надо делать, чтобы выйти из спирали? То, что необходимо, это то, ради чего, собственно говоря, создавалась открытая Россия, это переходный период, в течение которого мы должны провести политическую реформу и создать систему сдержек и противовесов, разрушенную, и это противно признавать, но разрушенную Борисом Николаевичем Ельцином в 93-м году. Вот эту систему сдержек и противовесов надо восстановить. Независимый суд, влиятельный парламент, имеющий возможность реально контролировать бюджет и реально проводить парламентские расследования, и исполнительная власть. На сегодняшний день в руках центральной власти собрано слишком много полномочий. Слишком много. Она с этим объективно не справляется. А то количество денег, которое она собирает со всей страны, создает у нее ощущение, что их бесконечное множество. — Вообще много. — Да, и что можно делать, что хочешь. На самом деле страна-то нях какая богатая. Просто когда ты вот с небогатой страны все собираешь в один центр, то вроде кажется, что у тебя много. А там-то, ну отъедь от Москвы 200, ну хорошо, 300 километров, это уже катастрофа. — Да. — Значит, то, что необходимо, это резкий крен в пользу местного самоуправления. То есть большая часть денег, большая часть полномочий, связанная с обустройством жизни обычных людей, должна быть в руках местного самоуправления. Мне говорят, а где мы найдем таких людей? Слушайте, вот мы только что посмотрели в Москве, сколько людей захотело стать депутатами местных советов. Это же неоплачиваемая работа. Ну людей-то много, да? То есть люди-то на самом деле, во всяком случае, в Москве, мы знаем, Москва обычно опережает страну там лет на пять, уже готовы брать ответственность за свою судьбу в свои руки. Ну так эту возможность им и надо дать. — Как, по-вашему, насколько люди в России сейчас отравлены вот этим бредом русского мира и своей повышенной духовности и неизбежной агрессией? Или это массовый гипноз от телевидения, который легко сойдет? — Ну, на мой взгляд, отравление, конечно, было. Мы это все с вами видели. — Видели. — Но сейчас уже это больше напоминает некое похмелье. — Тяжелое похмелье. — Когда у людей спрашивают, готовы ли они по-прежнему вкладывать деньги в Крым или в Чечню, то люди как-то говорят, что вот хорошо, что они наши, но деньги мы туда больше выдавать не хотели. И это две трети населения. — Как, по-вашему, внезапная история с пятиэтажками? Это какое-то самоубийство интеллектуальное. Зачем они на свою голову сейчас затеяли эту историю? — Любопытная вещь. Я же достаточно давно знаю Собянина. — А, еще Антамансийский, Курима. — Он же человек неглупый и, на мой взгляд, весьма компромиссный. То есть в данном случае, я полагаю, что ровно так же, как и в случае с Исаакием, без Путина не обошлось. Откуда возникла эта идиотская идея? Я думаю, что вот теперь я уже почти уверен, не надо копать какие-то политтехнологические сложности. Просто кто-то захотел украсть, кто, мы скоро узнаем, я думаю. И вот этот вот тот, кто захотел украсть, а украсть на этом процессе можно было очень много. Эта программа приблизительно на 100 миллиардов долларов. Так вот, этот кто-то убедил Путина, который сейчас достаточно легко подвергается всякого рода воздействию, поскольку за 17 лет вокруг него уже сложилось настолько плотное кольцо окружения, что он, в общем... — Контраргументы не просачиваются. — Да, контраргументы не просачиваются. И он дал на это добро. Он дал добро людям, которые просто тупо хотели украсть. И не подумали, какое это будет иметь политическое звучание. Ну а то, как это отразится на гражданах, их никогда и не волновало. — И какая здесь перспектива? То есть, получим ли мы общество рассерженно горожан? — Я полагаю, что Собянин постарается сделать шаг назад. Еще раз я говорю, в моем представлении он человек достаточно... — Компромиссный. — Компромиссный. Но он прижат к стенке, без всякого сомнения. То есть, те люди, которые на этом контракте, как мы понимаем, хотели украсть, и хотят по-прежнему, суммы в несколько десятков миллиардов долларов. То есть, я думаю, что речь идет о 30-40 миллиардов долларов. — Это стоящая сумма. — Да. Это люди, которые не дадут ему отступить слишком далеко. — Чеченская проблема, которая сейчас для многих стоит на первом плане. Какие ваши ощущения? Какое здесь будущее? Насколько Кадыров верный вассал? И можно ли в случае чего рассчитывать на Чеченскую гвардию в центре Москвы? — Я подозреваю, что Кадыров осознает, что без Путина ему выжить будет очень трудно. — Практически невозможно. То, что он сделал в Чечне, я думаю, что тем сотням тысяч российских граждан, которые там живут, ну уж совсем не нравится. А его гвардия, которая на самом деле составляет порядка 20 тысяч человек, ну 80 тысяч там всего силовиков, порядка 20 тысяч — это его гвардия, порядка 5 тысяч тех, кто готов действительно драться, потому что они знают, что за те преступления, которые они совершили... — Деваться некуда. — Да, деваться некуда. Ну вот я думаю, что эту гвардию разметают в одну секунду, если и когда Путин уйдет. Поэтому Кадырову надо отделиться до этого момента, ну либо бежать. — В какой степени возможен в отдаленной перспективе договор Путина с оппозицией? Я спокойно ухожу, вы спокойно приходите. — Я думаю, что Путин — человек тоже не исключающий компромисс. — Вы думаете до сих пор? — Я до сих пор в этом, я это думаю, и я в этом уверен, но он понимает компромисс только... — Когда он его предлагает, да? — Только силовой. — Какой нужен спусковой крючок, чтобы ситуация дошла до этого компромисс? В какой ситуации он на него будет готов? — Я думаю, что если он пойдет на эти выборы, если он пойдет на эти выборы, если на этих выборах он не наберет 50% голосов, то это будет для него серьезный сигнал. Неважно, даже если ему их нарисуют. — Но объективные данные он получит? — И он получит объективные данные. Я абсолютно убежден, что наше общество тоже получит объективные данные в конечном итоге. Вот если общество и он будет понимать, что он не набрал 50%, то это для него будет очень серьезный сигнал к тому, чтобы начинать договариваться. Ну а дальше все зависит от общества. Я твердо убежден, я об этом говорил раз за разом. С этим режимом, с людьми вот такого типа, которых я очень хорошо повидал в тюрьме, они одинаковые по обе стороны проволоки внутри тюрьмы. Сдавать назад — это наиболее прямой путь к тому, чтобы получить немеренные проблемы. Идти вперед, требовать своего, добиваться уступок и двигаться дальше. До тех пор, пока в стране не будет нормальная гарантированная демократия. То есть разделение властей, нормальные регулярные выборы, нормальная регулярная сменяемость власти. Вот до этого идти вперед каждый день. — Известно, что Путин осведомлен о ваших личностных качествах, умении играть в долгую, как вы говорите, и так далее. Вам теперь стало понятно, почему он вас отпустил? Потому что это остается загадкой. — Я по-прежнему считаю, что это было абсолютно исключительным стечением обстоятельств. Там было много входящих факторов. Но главный среди них был тот, что, находясь на гребне волны, а в тот момент Путин находился на самом гребне волны, перед падением, он не видел этого падения. Он считал, что он теперь на этом... — Это навсегда. — Этот гребень навсегда, и можно не опасаться каких-то мелких брызг из прошлого. — Ну и напоследок, вы для себя совершенно исключаете участие в управлении страной как-либо? То есть у вас нет политических амбиций в этом аспекте? — Я перед собой вижу конкретную задачу. Я хочу реализовать переходный период. Переход от царизма, да. От царистского авторитарного правления к нормальной демократической модели с регулярно сменяемой властью. Я вижу, что это можно сделать за два года. Подписываться на более длинный срок я бы не хотел. — А когда вам говорят, что в России никогда этого не было, с чего бы этому начаться? — Я хочу сказать, что такой этап был в жизни каждой европейской страны. Слушайте, мы живем в 21 веке. — Ну вот это и страшно. — Да, у нас... — Это и страшно. Ну да, мы уже в 21 веке. Ну слушайте, ну нельзя находиться в этой безумной архаике, когда один человек пытается своим двухкилограммовым в лучшем случае умишкам охватить бескрайние просторы с миллионами самостоятельно мыслящих людей. Ну это безумие. — Вы стали довольно, как говорил Холм, с опасным спутником. У вас нет ощущения, что в России в ближайшее время на вас будут смотреть как на зачумленного? Ну после всех этих... Всем же известно, что он вас очень не любит. Это глубокая личная нелюбовь. — Вот на выборах 16-го года я людям говорил, что если вы хотите быть в команде оппозиционной, вам достаточно просто сказать, что вы с Ходорковским. Это достаточный тест, потому что после этого назад вам пути нет. — Учителя... Субтитры создавал DimaTorzok